Меня зовут Наиля Галеева, я директор фонда «Мелодия жизни». В 2012 году родился мой сын. В палату пришла медсестра, что-то вставила Эмир в уши, и я поняла по ее лицу, что она недовольна результатом, что-то не то. Скорее всего, вам показана кохлеарная имплантация, оформляете инвалидность. И мы были в шоке, и даже плакать не могли, потому что мы еще вообще не понимали, куда мы попали. Очень страшно отдать хирургу, а вдруг что-то пойдет не так. Вдруг вот этот процент, то есть да, ты будешь мамой глухого ребенка, но здоровым. У него не было никаких ярких реакций, но в какой-то момент у него как-то замерли глаза, и стало понятно, что он слышит. Ну, то есть он слышит какой-то звук. Понятно, что он прямо сейчас не скажет маму, папу. Понятно, что он не слышит, как мы, но появилось новое чувство. Когда я вижу тех, кто только-только узнал о том, что вот нам нужен будет кохлеарный имплант, нам нужна будет какая-то штука, которую постоянно иметь при себе. Если ты ее забудешь, ты не слышишь, я говорю, ну, посмотрите, телефон всегда рядом с вами. Вы меняете кабель к телефону, он иногда ломается, да, вы меняете зарядник, вы меняете экран. То же самое происходит и с речевым процессором. Это же непонятно, ну, непонятно, твой ребенок становится киборгом. Что это? Что это у него за ушами? Как у него там под кожей? Речевой процессор от государства пациенты получают один раз в пять лет. За эти пять лет может случиться все, что угодно. Все эти комплектующие очень дорогие, не каждый может себе позволить их купить. Да, я его спрашивала и раньше, и сейчас. Он не может объяснить, он говорит, я просто не слышу. Ну, да, говорит, такой, ш-ш-ш, есть. Мне даже там в ухо кричали. Я говорю, слышишь? Нет, не слышу. Ну, то есть он не слышит. Ее никак не описать, я не знаю, как вам ее описать, но ее никак не описать. Никакой звук не слышу. Просто как будто я под водой в очень густой воде. Ну, звук похожий, как будто ты под водой и в каком-то огромном пузыре. Ну, под водой. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok